Грузовик. На другое утро, как только старшие дети ушли из дома, Мац и Мона стали готовиться к походу. Они о чем-то пошептали с мамой и выскользнули на лестницу. Они шли, взявшись за руки, и разглядывали все проезжавшие мимо грузовики. А грузовиков было очень много. Когда им случалось увидеть зеленый грузовик, они подбегали к нему, заглядывали ему в лицо, но тут же оказывалось, что это чужой. Да-да, не удивляйтесь, у их грузовика было свое собственное лицо, так же, как у человека. К тому же у него был покосившийся кузов, потому что за свою жизнь грузовик перевез очень много тяжелых грузов. Нет, не так-то просто найти свой грузовик, но они должны найти его, потому что без грузовика папа и мама никогда уже не будут веселыми, и папа не сможет зарабатывать деньги. Конечно, есть другая работа, но он уже не будет любить ее, потому что больше всего на свете он любил водить свой грузовик. У Моны устали ноги. Давай посидим немножко, сказала она, и подошла к большой витрине с широким низким карнизом, на который можно было присесть. Что ж, посиди, разрешил Мац, ты только не раскисай, а то мы никогда не найдем грузовик. По правде говоря, Мац не очень-то надеялся найти грузовик. Вчера вечером, лежа в постели, он был уверен, что найдут грузовик именно они, но сегодня на улице, видя бесконечный поток машин, они почти потеряли надежду. Чепуха, из-за этих поисков все равно ничего не выйдет. Но ему не хотелось говорить об этом Моне. Лучше уж притвориться, будто он верит, что они найдут грузовик. А вдруг это поможет? Посмотри, какие красивые ванны, сказала Мона. Может, и у нас когда-нибудь будет такая. Тогда нам придется подвесить ее к потолку, буркнул Мац. Ты лучше смотри на грузовики, а не на ванны. У меня уже глаза устали от этих грузовиков. Тогда закрой глаза и слушай моторы. Ты же знаешь, какой у нашего мотора голос. Знаю. Мона крепко зажмурила глаза и стала слушать. Сначала было страшно. Ей казалось, что все машины едут прямо на нее. Сперва шум мотора слышался издалека. Потом все приближалось и приближался. И накатнец ревел у нее над ухом с такой силой, что Мона от страха не могла дышать. Но постепенно звук затихал. Машина удалялась. Скоро Мона перестала пугаться и даже чуть не задремала под шум моторов. Вдруг она вскочила. Мац, послушай-ка, закрой глаза и слушай. Похожи? Похожи. Очень. Он моментально открыл глаза, но, увы, по улице ехал не зеленый, а ярко-красный грузовик. Грузовик подъехал и остановился прямо перед ними. Из него вышел мужчина. Некоторое время он с довольным видом разглядывал свой грузовик. Потом он вошел в магазин, где продавались ванны. Мац подошел к грузовику и осмотрел кузов. Такой же кривой, как у нашего, сказал он. Не понимаю, неужели могут быть на свете два таких похожих грузовика? Постой, Мац, вдруг закричала Мона. Смотри, ты весь вымазался в красной краске. Что теперь скажет мама? В краске, удивился Мац. И хотите верти, хотите нет, он был доволен. Значит, грузовик выкрашен совсем недавно. Мац обошел грузовик со всех сторон. И лицо у него. Совсем как у нашего. Как ты думаешь, стоит заглянуть в кабину? Давай только быстро, я покараулю. Не прошло и минуты, как Мац вылез из кабины. Это наш грузовик Мона, закричал он. К ним подошел полицейский. Что вы здесь делаете, строго спросил он. Это наш грузовик. Его у нас украли. Затараторили Мац и Мона разом. А мы его нашли. Понимаете, это наш грузовик. Нам никак нельзя без него. Ведь он нас всех кормит. Всех-всех. И папу, и маму, и восемь детей. Какой был грузовик у вашего отца, спросил полицейский. Зеленый, ответила Мона. А этот красный. Полицейский прислонился к кузову. Я понимаю, что вы хотели помочь своему отцу, но на этот раз вы ошиблись. Ой, господин полицейский, не прислоняйтесь, закричал Мац. Смотрите, вы испачкались в красной краске. Я тоже весь в краске. Ага, значит, грузовик только что выкрашен. Подозрительно, сказал полицейский. Хотите, я сразу докажу, что это наш грузовик, спросил Мац. В это время из магазина вышел мужчина, который приехал на грузовике. Это ваш грузовик, спросил полицейский. Конечно, ответил мужчина. Тогда спросите у него, что в кабине под сидением, сказал Мац. Мужчина немножко смутился, но ответил. Не помню точно, кажется, замша для протирки стекол. А я знаю точно, гордо заявил Мац. Ну что, спросил полицейский. На обратной стороне сидения папа приклеил фотографии мамы Марын, Мартина, Марты, Моны, Мили, Мини, малышки Мортона и мою, сказал Мац. Сейчас увидим, сказал полицейский. Тащи сюда сидение. Мац залез в кабину, вытащил сидение, и там действительно были приклеены все девять фотографий. Мужчина, приехавший на грузовике, стал очень серьезным. Вдруг он улыбнулся. Да это же моя жена и мои дети, сказал он. Неправда, возразила Мона. Мы не твои дети, а это наши фотографии. Как не мои, конечно мои, он повернулся к полицейскому. Просто они очень непослушные, я не могу с ними справиться. Тогда скажи, как меня зовут, потребовал Мац. Монц, испуганно сказал мужчина. Ничего подобного, меня зовут Мац. Ну хватит, сказал полицейский. Мне все ясно. Это верно, я украл грузовик, произнес мужчина. Теперь вид у него был жалкий-прижалкий. Мне всегда очень хотелось править грузовиком. Однажды мне даже нагадали, что я буду править грузовиком. Этот грузовик выглядел таким одиноким, когда я нашел его, что я решил взять его хоть на недельку. Ладно, ладно, пойдешь со мной в участок и там объяснишь, как все случилось, сказал полицейский. До свидания, ребята. Сейчас я пришлю к вам дежурного. Он отвезет вас домой на вашем грузовике. Ключ я вижу на месте. До свидания, растерянно произнес мужчина. Он смотрел на пакет, который держал в руке. Собственно, я купил это для грузовика, сказал он. Здесь стаканчик для цветов. Будет очень красиво, если вы приклепите его к окну кабины. Мац взял пакет и вежливо поклонился мужчине. Тот пошел вместе с полицейским. Вид у него был такой несчастный, что Мане и Мацу стало его жалко. «Приходите к нам в гости!» – крикнул Мац ему вслед. «Папа даст тебе покататься на грузовике. Мы живем там, где ты его нашел». Мужчина очень серьезно кивнул Мацу и пошел дальше. А счастливые Мац и Мона влезли в кузов. Наконец пришел другой полицейский, завел мотор и грузовик тронулся. Проехав немного, они увидели Маррен, Мартина и Марту, которые медленно брели по улице и пристально рассматривали все зеленые грузовики. Мац подстучал в окошечко кабины и попросил полицейского остановиться. «Эй!» – крикнул он Маррен, Мартину и Марте. «Идите сюда! Садитесь!» Они забрались в кузов, но лица у них были расстроены. «Вообще-то у нас нет времени разъезжать на машине, но уж очень ноги устали», – сказала Маррен. «Куда же это вы так спешите?» – спросил Мац. «Мы ищем папин грузовик», – торжественно ответил Мартин. «Тогда взгляните получше, на чем вы едете», – сказал Мац. «Вот была радость, когда они вернулись домой вместе с грузовиком. Но больше всех радовался сам грузовик, ведь он уже давно привык к этой семье и не мог даже представить себе, как это можно служить кому-нибудь другому. Но то, что он из зеленого стал красным, ему даже нравилось.